Слава Господу! Начинаем наш урок. На прошлых уроках мы говорили о судах. Не все были, поэтому я повторюсь. Мы с вами увидели, что Библия говорит о двух видах судов. Это суды во времени и суд вечный. Чем они отличаются? Суды во времени направлены на покаяние людей. У людей еще есть возможность покаяться и спастись. Суд вечный это уже будет окончательный приговор, место пребывания человека в вечности. Значит, мы на прошлом уроке с вами увидели, что последний суд во времени, которому надлежит еще быть, это будет суд над Израилем, то есть над еврейским народом. Это будет в конце времен, это будет время, так называемой, великой скорби, о которой говорит Библия. То есть перед пришествием Иисуса Христа будет пришествие Антихриста. Будет семилетнее его правление, и вот первые три с половиной года он ведет мировой порядок. Будет время, как говорит Библия под девизом, мир и безопасность. Но вторая половина семилетнего правления три с половиной года будет время, которое Библия называется время великой скорби. Самое тяжелое время за все существование истории человечества на этой земле. И это будет время суда над Израилем, еврейским народом, для того, чтобы он мог покаяться, как наказание Божьего для покаяния евреев. Мы также с вами увидели, что оно закончится тем, что Израиль, еврейский народ, он покаяется и заключит завет с Господом. И в это время, в это время Господь, он будет приближаться, то есть заключит тем, что Христос, он придет на землю, будет второе пришествие Христа. И вот когда Иисус, он будет расти еще на облаках, будет восхищение церкви. Восхищение церкви, то есть те, которые христиане будут живы в этот момент, они будут восхищены, их тела будут преображены. Те, которые умерли раньше, будет воскресение из мертвых, значит, и будут восхищены. Ну и естественно, что Израиль, он уже будет относиться к категории церкви. То есть так же самое и Израиль, он будет восхищен. Ну, на прошлом уроке мы говорили, да, что Бог, он будет проводить, как сказано, ну, как, и проведу вас под жезлом, и веду вас в узы завета, и выделю из вас натяжников, и не покорник мне, и земли пребывание их введу, но в землю Израилю они не войдут, и узнать, что я Господь. То есть, как бы, понятно, что не все евреи, они покаяются, да, но Бог, он пройдет как жезлом, то, как паструб проводит, отделяет овецы, в один загон, в другой загон. Ну, как это будет, это как бы, оно все так сказано, но как оно будет происходить, все-таки, мне кажется, что, как написано в Иоанной Атмосфере, да, то есть, когда Иисус, он будет грязь на плаках, двое в постели, один будет брат, а другой оставляется, двое работают на поле, один будет брат, а другой оставляется, и так далее. Это будет касаться как и евреев, так и церкви, то есть, это касается грешников и праведников, то, что будет потом, при восхищении свечи со Христом, мы также с вами увидели, да, то есть, первыми будут судимы христиане, то есть, будет совершен суд над христианами, и мы с вами увидели, что есть, так называемый, спорный вопрос, значит, спорный вопрос, что, одни местописания говорят, что, значит, христиане на суд не идут, другие местописания говорят, что суд должен начаться именно с христиан, так идут или не идут, и мы с вами увидели, что все-таки суд, он будет произведен, но уже не над приговором, где нам находиться в вечности, да, то есть, потому что, если мы строимся в жизни на основании Христа, то наши души, они уже вечно проходятся с Господом, а суд будет над делами, да, то есть, и, значит, такое местописание, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христом, строит ли, кто на этом основании, из золота, серебра, пероценных камней, дерево, сено, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть, у кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а кого дело сгорит, тот потерпит урон, проще сам спасется, но так, как бы из огня проходило, то есть, мы видим, что, значит, суд, он будет не над вопросом места пребывания в христианстве, а над делами, то есть, некоторые получат награду за свой христианский труд, а некоторые спасутся, то есть, как бы, ну, как бы и занят, да, ну, я объяснял, как я понимаю, и как это может быть, да, то есть, как бы, ну, мы христиане, люди разные, да, один может, там, принести много плодов в свою жизнь, да, там, открыть филиал в церкви по всей земле, и привести людей к покаянию, там, и научить, там, многому, да, вот, а второй, там, только покаялся, вроде искренне, да, опять упал, только покаялся, опять упал, и только покаялся, и Бог его забрал к себе, то есть, дел никаких, да, но все равно он спрочется, как бы, из-за огня, дел никаких, у него, в жизни, да, но последний момент он покаялся, Бог забрал к себе, и мы с вами говорили, что, да, значит, важность имеет состояние нашей души в момент перехода в вечность, ну, такое написание, да, в каком направлении дерево упадет, в каком оно лежать и будет, в каком состоянии человек переходит в вечность, это определяет его уже местонахождение вечности, ну, надеяться на то, что я в последний момент покаясь, буду грешить, грешить, в последний момент покаясь не стоит, потому что мы не знаем, когда у нас будет, да, последний день, да, может сегодня выйду споткнусь и же будет это, да, поэтому, как бы, ну, вот, оно истинно так, значит, итак, мы с вами разобрали два суда, суд во времени, которые должны еще совершиться в конце времен над Израилем, для того, чтобы они покаялись, и суд над христианами в момент пришествия Иисуса Христа, то есть встречи на облаках, что же происходит дальше, значит, христиане, они восхищены на облаках, вот, те, которые были живы, значит, тела, значит, были изменены, они были восхищены, те, которые были мертвы, они воскресли, и новые тела были восхищены, Израиль, то же самое, спасся, кто, значит, был жив, восхищен, кто умер в вере, они были восхищены и восхищены, тоже остается на земле в живых, получается, что остается языческие народы неверующие, в живых, то есть все верующие, живые и мертвые, они уже забрали на небеса, остается только неверующие, и вот Христос, он опускается на землю, и что же в этот момент происходит, давайте мы будем разбираться, давайте мы перевернем свои листики, значит, на такую страничку, здесь написано престол славы Христовой, суд над языческими народами, престол славы Христовой, суд над языческими народами, картинку мы понимаем, да, когда это происходит, и что на данный момент происходит, да, престол славы Христовой, суд над языческими народами, сейчас мы будем разбирать, Потом еще вернемся. Впереди еще откроем. Итак. Церковь восхищена. Евреи спасены. И Христос опускается уже на землю. Это перед тем, как Он объявит тысячелетнее царство на земле. То есть тысячелетнее царство будет править на земле. Есть такое местописание. Это Яиля 3 глава. С первого стиха. Здесь написано. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата. И там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое Израиля, Которые они рассели между народами и землю Мою разделили. То есть будет еще один суд. И что же это будет за суд? За что будет судить Христос? За нападение на израильян. За то, что землю Израиля она создала. Да. За народ Мой и за наследие Мое Израиля. И за землю, которую разделили. За мою землю, которую разделили. Давайте мы запишем тут сразу. Можно написать, да. За Израиль, который они рассеяли. За Израиль, который они рассеяли между народами. За Израиль, который они рассеяли между народами. И землю Мою, которую разделили. И землю мою, которую разделили За Израиль, которую они рассеяли между народами И землю мою, которую разделили Будет производить Бог суд над языческим народом За что Он будет судить языческим народом Хорошо, то есть это то, что мы видели в Ветхом Завете Но что же говорит Новый Завет по этому поводу, по этому суду? Матфея 25-го, что-что? Матфея 25-го, лаван 31-го стиха Когда же придет Сын Человеческий? Слушаем Значит, что же говорит по поводу этого суда еще Новый Завет? Матфея 25-го, лаван 31-го стиха Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей И все святые ангелы с Ним Тогда сядет на престоле Славы Своей И соберутся пред Ним все народы И отделит одних от других Как пастырь отделяет овец от козлов И поставит овец по правую свою сторону А козлов по левую То есть в этих двух местах Что же это за овцы и что же это за козлы? Давайте будем разбираться Дальше Матфея 25-го, лаван 42-го стиха Ибо алкал я И вы не дали мне есть Жаждал И вы не напоили меня Был странником И не приняли меня Был нах И не одели меня Болен и в темнице И не посетили меня Тогда и они скажут ему в ответ Истинно говорю вам Так как вы не сделали это одному из всех меньших То не сделали мне И пойдутся и в муку вечную А праведники Жизнь вечную То есть мы видим Что суд будет происходить Значит За отношение К так называемым Братьям меньшим А кто такие братья меньшие у Христа? Евреи Аминь Аминь Это евреи Ну конечно Ну а Христос по плоти Он кто? Он еврей Да И он называет Евреев братьями меньшими То есть своими братьями Значит И если в первом месте Писания Да Мы видим что суд будет производиться За то что они рассеяли народ Язычки народа За то что они рассеяли Израиль по земле Землю разделили То в Новом Завете Мы видим что уже требования Они Планки требования поднимаются выше Именно за отношение к еврейскому народу Да То есть Если люди они понимали что надо как-то помочь Надо там или накормить или оказать какую-то помощь И этого не делали То срабатывает принцип о котором говорится в послании Иакова 4.17 И так кто разумеет делать добро и не делает Тому Грех Да То есть люди понимали что Надо было бы как-то помочь там Спрятать Накормить там Обогреть Что-то дать И не Не делали это по каким-то причинам Боялись за себя Боялись за себя Вообще Или просто Пренебрежение было к евреям И не делали да То За это Бог Он будет судить языческие народы Матфея 25 глава 41 стих И тем, которые по левую сторону идите от меня проклятые, вагон вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Разделение на козлов и овес будет происходить по одной категории, как они относились к еврейскому народу. Те, которые способствовали как-то, сочувствовали, относились хорошо, значит, те, значит, они войдут, написано, в Царство Божие. Но мы знаем, что есть только один путь спасения Царства Божьего, как Небесного Царства, да, это только через веру и покаяние, да, через веру, в зависимости от Иисуса Христа. А здесь вдруг вскакивает такая, ну, это, как бы, такой спорный вопрос, сразу мы его выясним, да, хорошо относился к евреям, и ты что, спасешься? Нет, здесь имеется в виду, что они войдут в тысячелетнее Царство правления Христа, там, где будет возможность им еще покаяться и спастись. То есть мы же сами видели, да, что, значит, при восхищении, значит, все верующие, мертвые и живые, они восхищены. То есть только на земле остались жить языческие народы, не верующие люди, да, и Иисус, он опускается на землю, то есть он не призывает к покаянию, да, а судит именно по отношению к евреям, да. Так, кто относился хорошо, значит, те, они входят в тысячелетное Царство, которое будет тысячелетное на земле, кто не относился к плохо, или вообще никак не относился, то написано, что тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня проклятые, в огонь вечный, пулатонный дьяволу, и амму его. Эти отвернутые язычники будут отправлены не в Шеол или в Ад, но мы знаем, да, что есть Ад, это как бы место временного пребывания душ, да, но это не окончательное, значит, пребывание в вечности. Окончательное место пребывания в вечности для грешников это озеро Огненное, Библия уже говорит, и вот здесь говорится, что, значит, эти отвернутые язычники будут отправлены не в Шеол или в Ад, а в окончательное место заказания всех мятежников озера Огненное. Целью этого суда является отделение овес, тех, кого Бог принимает, от козлов, тех, кого Бог отвергает. Овцы унаследуют то Царство, которое Бог приготовил для них, то есть тысячелетнее Царство Христово. Козлы, с другой стороны, перенесут окончательное и бесповоротное осуждение и будут обречены на огонь вечный, готовный дьяволу и ангелу его. Разделение на овес и козлов будет осуществляться на основании одного единственного вопроса, как эти посудимые отнеслись к братьям Иисуса, то есть к еврейскому народу. То есть, еще раз, картинка, да, то есть при пришествии Иисуса Христа будет воскресение из мертвых и воскрешение всех верующих, да, и мертвых, и живых. Сюда относятся церковь и евреи, которые спасутся уже в конце времен. Иисус опускается на землю, на земле остаются только одни неверующие языческие народы, да, но и к ним Он проявит еще милость. Если они хорошо относились к еврейскому народу, они входят в тысячелетнее Царство, которое будет еще тысячу лет на земле. Те, которые относились негативно, те сразу они будут уже вошли в окончательное место пребывания. Это озеро О-Нен-На-Е. То есть это будет суд над языческими народами за их отношение к еврейскому народу. Аминь. Володь, это вопрос такой запрашивается. Умершие до пришествия Христа язычники тоже участвуют в этом? Нет. Будет участвовать еще суть. Только те? А вы еще до этого дойдем? Ну, конечно. А, светлое, после чердетельной ловжайки. Да, тогда тихонько. Все по порядку, да, мы дойдем туда. Еще раз картинка, да. Иисус Христос грядет. Первое воскресенье. Это первое воскресенье, где мы разбирали, повторялись сегодня, да. Первый воскресенье Христос. Потом будет Христовы в пришествии Его. Все Христовы, которые покаялись, которые умерли, они будут воскрешены. Которые живые, они будут восхищены. Сюда относятся как церковь, так и Израиль. Все. Иисус опускается на земле живых только одни язычники, неверующие. Вот над ними Он производит суд. За их отношение к евреям, да. Кто нормально относился, они в тысячелетнее царство. Кто не покаялся, не уверовал и плюс ко всему еще и плохо относился, где сразу идут озеро Огненное. Все. А? Угрешь? Угрешь восхищены были до этого, перед этим. Еще и награждены. Да. Да, были восхищены, еще награждены были. То есть, как бы, при встрече со Христом на облаках. Итак, начинается тысячелетное царство. О нем мы не будем, как бы, останавливаться. О нем очень, очень мало говорят и очень мало учат. Он является одним из очень спорных вопросов, потому что тут надо очень, как бы, так, логически думать, как вся эта компания, которая жила все это время на земле, воскресшие и восхищенные, вместе со Христом они поместятся в том Израиле, там, на том клочке земли, да. Не важно, не будем это заврать. Ну, главное, что этот Иисус пришел. Мы увидели три суда. Последний суд во времени над евреями. И два суда уже вечных. То есть, христиане и антизотическими народами. Дальше. У нас Великий Белый престол. То есть, последний, Вечный суд. Великий Белый престол. Это уже будет после тысячелетнего царства. То есть, это будет, когда уже после тысячелетного царства будет дьявол выпущен. Значит, из Теницы. И он там соблазнит от Гога и Магога все народы. И они пойдут там на, на Иерусалим. И будет там сражение в долине Мегидо. Ну, сейчас Армагеддон там что-то показывает. Там такое все рушится, земля проваливается. Ну, будет сражение в долине Мегидо, короче. Ну, вот, и Иисус их там всех уничтожит. И тогда уже будет новое небо и новая земля. То есть, это будет уже небеса. И вот Иоанн в своем Откровении, он говорит. «И увидел я великий белый престол, и сидящий на нем от лица которого бежало небо и земля, и нашлось им место». То есть, он видит уже Бога-судью. Каким здесь представлен судья? От лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им место. От лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им место. От лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им место. А что же Володе не дали этот конспект? Так это же с прошлого урока конспект. Володя, а девушка конспект? Это с прошлого урока мы продолжаем. Девушка конспект. Он был на прошлого урока. Был, да? Не, не было. Не было Володя, извините, что это дано. Хорошо, значит, Иоанн увидел судью, и дальше что же он видит там еще дальше. Значит, откровенность Володя, 12 стиха. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были. Иная книга раскрыта, которая есть, книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И вот мы пришли к тому вопросу, о котором спрашивали вы, да? А где же те грешники, которые умерли раньше, что там с ними там еще не будет? Нет, они не выключатся, что они умерли раньше. Да, будет воскресенье и для них. Мы же говорили, что окончательное воскресенье из мертвых, третьей стадии. Это воскреснуть все люди на суд пред белым престолом. И вот здесь они воскресают. Это уже после пресыщения Дневного Царства, да? И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. Ну, малых и великих, да? То есть имеется в виду, что люди разного сословия, да? Там и главы держав, там и цари, и самого низкого сословия. Все, все воскресут и все будут стоять пред Богом на суде. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть, книга жизни. И дальше. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно делами их. Теперь суд будет производиться по тому, как они прожили свою жизнь. Оказывается, что так, как живет каждый человек, там все записывается и все фиксируется, да? То есть не там по окончательному какому-то там моменту, что я там что-то хорошее сделал, да? А вся жизнь, она, как в книге, все записано, все расписано. Значит, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. Ну, то есть связывается о том, что, я уже говорил, да, что ад – это временное пребывание душ до суда. Это не окончательное место, да? А уже окончательное, у нас и судим был каждый по делам своим. Значит, написано. Такого мы видим пред Великим Белым Престолом. Мертвых, малых и великих, да? Вот так и запишите. Мертвых, малых и великих. Мертвых, малых и великих. Ну, и такой вопрос, да. Кем бы они ни были про жизнь, да? Если они не записаны в книге жизни, то, как вы думаете, где они окажутся после суда? В озере Огненном, да. Так и запишите. В озере Огненном. Да, и это подтверждается уже 14 стихом Откровения Десятой Главы. Написано. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Огненное. То есть окончательное место наказания или пребывания грешников, это в озере Огненном. Не в Аду, а в озере Огненном. Итак, мы с вами разобрали, в принципе, все суды, да? Все суды. То есть и сегодня мы понимаем, что, значит, Бог, Он так просто не оставляет свой народ по плоти евреев, да? Он произойдет еще один суд. Да, это будет тяжелое время. Ну, вы знаете, что если отец любит, то он и наказывает, да? Чтобы действительно они перенесли это время, могли осознать, задуматься, могли покаяться, да? И, как по пророчествам, что они все-таки покаяются. И вместе с Христианом, так как они уже будут христиане покаялись, они будут восхищены на встречу с Господом. Значит, и войдут в священное царство. Но перед этим Бог произведет еще суд над языческими народами за отношение к евреям, да? Кто относился благосклонно, они входят в тысячелетнее царство. Вот, я так понимаю, что у них будет дана возможность покаяться. И они покаяться, покаяться, потому что, ну, не покаяться уже невозможно, да? Вот, а те, которые относились негативно, они будут брошены уже в окончательную царство. Озеро Огненное. И, наконец, последний суд перед Белым Престолом. То есть, будет последнее воскресенье всех мертвых, живших на этой земле. И суд будет произведен по делам их. И кто не был записан в книге, значит, жизни будут брошены в озеро Огненное. Аминь. Аминь. Ну, вам понятно, да? Или есть еще вопросы? Давайте, если есть, сразу... То есть, секундочку, если люди сейчас находятся, которые в одну, да? И вот, после второго происшествия, у них будет, получается, операционный суд перед Огненным. Вот, типа, трос. Операционный? Да. Как это? Ну, неоперационный. Скажем так, что... Просто... Бог не просто будет кидать их, а поставить перед фактом, что вы не были записаны в книги жизни. Вот книги жизни. Но вас здесь нет. Потому что, если бы они покаялись, они бы были уже в другой категории судов. А так как они не покаялись, Бог просто расскажет, что книги открыты. И вот в этой книге у вас вы не записаны. То есть, в эту книгу вошли все, которые уже были над ними произведены в суды. Они вошли в эту книгу. Ну, просто будет консортировать факт. Как я уже говорил, выбора человека при жизни. Ну, и все этих людей нет надежды, которые сейчас пребывают в водоках в своем временном восстанище. Нет. Ну, как бы, есть такие еще домыслы, домыслы, да. Есть такие домыслы, что... Ну, Дерек Придс говорит, что, ну, говорит, я не могу точно утверждать, да. Потому что, ну, понятно, здесь же, как бы, четко не сказано, да. И мы Бога до конца не знаем, да. Просто, что, значит, Бог, судя праведный. Неужели Он рассудит неправосудно, да. То есть, как бы, ну, являет свою милость. Если вдруг, там, как-то, что-то для человека служит в милости, он будет помилован. Ну, а суды, как бы, не расписывают. Ну, а еще есть же там где-то местописание, что те, кто про Истоксия не слышали, они будут как-то судимы по делам. Ну, значит, скажем так, что... Есть там такое местописание, да, Царица Южная. Да, которое приходило к Соломону, там... Да, Савска, к Соломону, там, приходило, вот, и, ну, вот, именно... И здесь больше Соломона. Да, именно вот о такой категории, как бы, и идет речь. То есть, Бог, значит, судя праведный, неужели Он рассудит неправосудно. То есть, как бы, ну, Бог знает сердца людей, там, то есть, скажи... Поэтому... Ну, это мы так надеемся, а там как-то... Вы, конкретно, видите, нету, вот, что будет вот там... Таня, ты говоришь, вот те, которые не знали Истоксия, а что есть такие моменты, которые не знали Истоксия? Ну, на данный момент уже, наверное, все знают, да? На данный момент, да. Ну, а те, которые, например, раньше жили, африканские племена, еще какие-то, ну, они же вообще могли не слышать и не знать о христианской даже вере. Да, да и сейчас тоже, ну, многие на слуху слышат, а так, чтобы лично вот это все узнать, это понять, да, да, вот, как бы, мы можем слышать, особенно в интернете, сейчас же куча ложной информации. Да, мы не смотрим. И мы не смотрим, слава Богу, а есть люди, которые увлекаются вот этим экзорцизмом, вот этим всем, и они смотрят ложную еще информацию. И как им потом разобраться в этом всем. То есть, ну, один Господь знает и разум, и сердце человека. Хотел он искать Бога или хотел он искать своего? Если он хотел искать, например, Бога, но его убили вот эти учителя, да, ну, мы не знаем. Надеемся, что будет у Господа. Да, что Бог, он судя праведный, и он рассудит правильно. В идеале, конечно, лучше принять Господа Спасителем, да, и идти в правильном направлении, да. Вы закончили? Ну, не закончили еще. Значит, теперь у нас возникает вопрос. На каком бы суде хотели оказаться мы? На каком суде хотел бы оказаться... Вообще в судах не участвовать, а быть восхищенной висицкой церкви. И награду не получили. И получить награду, да. Где дэна мне нравится сильно? Вот, кто мне... Давайте мы вернемся. Вернемся в блок 2. Как осуществляется суд над христианами? Библия неоднократно предупреждает, что мы должны вникать в себя. Библия неоднократно предупреждает. Библия неоднократно предупреждает, что мы должны проверять и испытывать. Мы уже верующие на небесах. Мы совершаем свой земной путь спасения. Мы будем полностью спасены, когда мы будем со Христом. На что нужно обращать внимание? Когда мы заглядываем в себя. Заглядываем в учение. На наши мотивы. Что движет нами. На наше послушание к Богу. И на силы, которыми мы стараемся жить правильной жизнью. И служить Богу своей собственной силой или силой Божьей. И в Матфея 12.30 говорится, что «Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирается со мной, тот расточает». Ну, о чем, как бы, здесь хотелось этими словами, что хотелось подчеркнуть. Значит, что, да, действительно, Бог, Он нас призывает для служения в теле Христа, в церкви. Он содержит нас всеми необходимыми дырами, дырваниями. Мы можем быть как старательны. Никак не найдете или что? У нас все. У нас есть блок. Второй блок. Ну и почему, как бы, немножко, чтобы видеть последовательно все. Мы можем быть очень старательными и относиться к тому, что Бог нам даровал. И Бог у нас разрешает в нашей жизни. Погресс оплатит. Но также мы можем быть и безответственны и ленивы. И даже если мы ничего плохого не делаем, да? А хорошего тоже, да? Как уже было сказано в Иакова 4,17. И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вот. Есть такое-такое серьезное месописание. Начало в этом. В Ветхом Завете это Малахи 3,16. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и ждущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Славов, собственностью моей в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милый человек Сына Своего, служащего Ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богом и неслужащим Его. Здесь уже как бы различия не между праведником и грешником, да? То есть грешник это уже как бы человек открытый, что он грешник. А нечестивый, кто такой нечестивый? Ну вроде как и верующий, да? Ну нечистый верующий, да? Верующий, но нечистый верующий, да? Нечестивый. Верующий. 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 Конец. Что все это другие, в эстетику. Верующий. Верующий раз 알아�. Кого Бог будет миловать, согласно месту Писания? Кого Бог будет миловать? Самое,徽 Ukra. Служащих Богу. Служащих Богу. И согласно этого местописания, кто же является праведником, а кто же нечестивым? Праведник-это кто? Кто такой праведник согласно этого местописания? Служащий Богу. Праведник-это служащий Богу. Служащий Богу. Нечестивый, не служащий Богу. Нечестивый, не служащий Богу. Нечестивый, не служащий Богу. И как Таня уже сказала, Иакова 226, То есть, какая вера этого человека может быть? Ибо как тело без духа мертва, так и вера без дел мертва Если у человека не проявляется никаких дел в отношении служения Богу Никаких дел в отношении изменения своего характера То такая вера, она просто-напросто мертва И такой человек является просто-напросто лицемером То есть он надевает маску вроде верующего Но на самом деле его вера, она мертва И вот еще такое уже новозаведение местописания Матфея, 13 глава, 24 стиха Другую притчу предложил он им, говоря Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы Придя же, рабы-домовладыки сказали ему Гос господин, не доброе ли семя сеял ты на твоем поле? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг человека сделал это А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы Оставьте расти вместе то и другое до жатвы И во время жатвы я скажу, что не сам, соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их пшеницу, уберите в житницу мою Но Иисус сразу же истолковывает эту притчу, да? Он же сказал им ответ, сейшее доброе семя есть сын человеческий То есть Иисус на поле есть мир Доброе семя это сыны царства, а плевелы сыны лукава Враг посеявший их есть дьявол Жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут их с царства его Все соблазны и делающие их беззаконие и вернут их в печь огненной Там будет плащ и скрежет зубом И тогда праведник воссияет как солнце царство отца их Кто имеет уши, слышит? Да, слышит Я думаю, что вы понимаете, о чем здесь говорится Ну что такое плевелы? Плевелы выглядят как пшеница Плевелы один в один похожи на пшеница Внутри пустые То есть колос пшеницы похож на колос плевел Но если расковырять пшеницу, то там есть зерно А в плевел там просто пустота Там нету ничего Они очень похожи Поэтому Бог, он говорит, чтобы не делали поспешных выводов Людям, чтобы разбирали там, что плевелы, что плевелы Потому что Бог, он в сердце ведется И Бог, он сам разберется в последний момент И когда Иисус будет расти со своими ангелами Мы уже видели, что один берется, другой не берется Один берется, другой не берется Понятно, что эти люди, они не будут восхищены К Иисусу встретения на небесах Ну вот, чтобы не запутываться Оно выглядит вот так Есть еще одно местописание Псалом 1.4 Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром Потому не устоят нечестивые на суде И грешники в собрании праведных Ибо знает Господь путь праведных А путь нечестивых погибнет То есть нечестивые, они не будут участвовать в собрании праведных Тех, кого Бог заберет к себе То есть они не будут участвовать Ну вот, как бы, в принципе, и все То есть мы должны вникать в себя Вникать в учение Этим заниматься постоянно Ну, как говорит Библия, да Испытывайте себя, проверяйте В вере ли вы Чтобы вы не избились с курса И не потеряли ориентир Куда мы следуем Аминь У меня все Аминь Аминь